Доброго дня, дорогие телезрители! В эфире телеканал Архиз 24, телепередача «Ваше право» и с вами я, ее ведущий Ахмат Парлаков. И сегодня, друзья, отвечать на ваши вопросы будет Кумуков Султан Умарович, заместитель начальника управления по вопросам миграции МВД по КЧР, майор полиции. Султан Умарович, доброго вам дня! Добрый день! Ну вот, Султан Умарович, нам в редакцию поступило большое количество вопросов, связанных с недавним введением в силу федерального закона об обязательности иностранных граждан на прохождение государственной дактилоскопической регистрации, фотографирование и медосвидетельствование. И первый вопрос звучит следующим образом. В какой срок необходимо иностранным гражданам пройти процедуры, предусмотренные данным федеральным законом? Для всех иностранных граждан, пребывающих на территорию Российской Федерации, и в частности в Карачае и Черкесию, установлен срок, если они пребывают без цели осуществления трудовой деятельности, установлен срок 90 дней. Если же иностранные граждане пребывают в целях осуществления трудовой деятельности, этот срок составляет 30 дней. – Отлично. Ну вот сейчас хотелось бы перейти к следующему вопросу. Гражданин иностранного государства интересуется у нас, как часто требуется проходить эти процедуры, и каковы сроки действия этих документов? – То, что касается государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования, это иностранные граждане проходят однократно. Органы внутренних дел, в частности МВД по Карачае и Черкесской Республике, эту процедуру осуществляют однократно. То, что касается медицинского освидетельствования, это установлено приказом Минздрава номер 1079, в настоящее время срок действия 3 месяца. Потом дается иностранному гражданину еще 30 дней для проходения повторного медицинского освидетельствования. – Отлично, я думаю, это прям исчерпывающий ответ на данный вопрос, и поэтому хотелось бы перейти к следующему. Как бы тем, кто уже находится и въехал на территорию Российской Федерации до 29 декабря 2021 года, уточняют у нас? То есть, я так понимаю, до вступления в силу данного федерального закона. Как им быть? – Иностранные граждане, находящиеся на территории Карачаево-Черкесской Республики, до вступления указано в федеральный закон в силу, а это 29 декабря 2021 года, они обязаны будут проходить данные нормы, данные процедуры после следующего выезда, заезда. Но, учитывая, что процедуры такого характера, как дактилоскопирование, фотографирование, проводятся однократно, как я уже говорил, иностранные граждане имеют право обратиться к нам, будучи уже находясь здесь, пройти, получить установленный образца документ, подтверждающий ими прохождение дактилоскопической регистрации, фотографирование. И уже в следующий раз, когда они будут заезжать, выезжать, и этой нормой процедуры им не придется проходить. То есть, фактически, провести всю эту процедуру наперед, так сказать, возможно? Да. Отлично. Очень радует, что есть такая возможность, на самом деле. И в связи с этим, кстати, у нас хотели бы уточнить, нужно ли получать документ о проведении обязательной государственной тактилоскопической регистрации и фотографирования иностранным гражданам, ранее прошедшим данную процедуру, до введения в действие закона, уточняют у нас. Те иностранные граждане, которые, в частности, оформляли патент для трудовой деятельности на территории республики и которые уже проходили дактилоскопическую регистрацию, фотографирование, им эту процедуру проходить не надо будет. Но обратиться в МВД по Карачае Черкесской республики, то есть в Управление по вопросу миграции, для получения подтверждающего документа они имеют право. Поэтому в этом случае они могут спокойно обратиться для того, чтобы у них документ был на руках и получить соответствующий документ. Весьма удобно на самом-то деле. И вот в связи с этим вторая часть данного вопроса. Какая ответственность предусмотрена за неисполнение норм законодательства, интересуется у нас этот человек? В случае, если иностранное гражданин не исполнил свои обязанности, а я хочу сделать упор на то, что это обязанность иностранного гражданина, пройти дактилоскопическую регистрацию, фотографирование, медицинское свидетельствование, в отношении данного иностранного гражданина будет рассматриваться решение о сокращении срока его дальнейшего пребывания. Если же в процессе медицинского свидетельствования будет выявлено, что иностранный гражданин потреблял наркотические средства или какие-то иные заболевания, или психотропные какие-то вещества, то в том числе и в отношении его будет рассматриваться вопрос о нежелательности пребывания и закрытии въезда. В этом ключе хотелось бы еще дополнить, что, несмотря на то, что ковидные ограничения в целом не сняты, действия в отношении иностранных граждан, нарушивших законодательство Российской Федерации, уже работают в полном объеме. То есть в случае, если иностранный гражданин как-то будет находиться или выходить за рамки правого поля, вся номенклатура связана с федеральными законами, которые действуют иностранных граждан, будет применена. От себя лично хотелось бы вам задать небольшой уточняющий вопрос. Для чего в целом государству нужна вся эта процедура? Зачем был внесен этот федеральный закон? В данном случае это, конечно же, способствует контролю за иностранными гражданами. В дальнейшем это способствует в случае утраты документов, установлению личности иностранного гражданина. И в дальнейших действиях, которые функционально закреплены за управлением по вопросам миграции, в том числе возложены на МВД Парка Чайвера Черкесской Республики, все, что будет связано с иностранным гражданином в дальнейшем. Это, конечно, будет способствовать его идентификации, его определению как гражданина иностранного государства. То, что касается со стороны иностранного гражданина, это будет облегчать ему, во-первых, нахождение здесь и в дальнейшем получение дополнительных документов, на которые он в той или иной степени может рассчитывать в зависимости от своего стремления находиться на территории республики. Радует, радует на самом деле, что такое огромное количество функций и пользы вносит с собой этот федеральный закон. Но вот хотелось бы перейти к следующему вопросу. Кто освобождается от исполнения данной процедуры, интересуется у нас? Ну, от данной процедуры освобождается, ну, если позвольте, тогда немножко так расширю свой ответ. В течение 90 дней, как я уже ранее говорил, обязаны пройти докторископическую регистрацию, фотографирование и медицинское свидетельство. Все иностранные граждане, которые не имеют своей целью трудовую деятельность, это студенты, это семьи участников ЕС, это Казахстан, Армения, Казахстан. Также, кроме них, это иностранные граждане, у которых родственники здесь находятся, имеют вид на жительство, проживают здесь. Те, которые иностранные граждане в рамках предусматривающих своей целью трудовой деятельности, это, опять-таки, их дети, семьи, с которыми они сюда приедут, в том числе и те, которые будут получать разрешение на работу. Освобождаются в этом случае граждане Белоруссии, дети до 6 лет, в том числе на основе взаимности это представители дипломатических ведомств. Ну, и вот в таком ракуре все. Ну, вот, Султан Умарович, после того, как мы осветили в целом всю эту процедуру, наверное, одним из самых актуальных вопросов, который еще остается в головах у наших телезрителей, является тот вопрос, где же можно пройти все эти процедуры. Все эти процедуры, все эти услуги оказывают управление по вопросам миграции. Адрес октябрьская 360Г. В управлении по вопросам миграции дактилоскопирование, фотографирование, учет медицинских документов и выдача соответствующего документа, подтверждающего прохождение данных процедур, выдают управление по вопросам миграции. Отлично, Султан Умарович. Я думаю, что мы ответили на все вопросы, которые были в головах у наших телезрителей. Но если вдруг, дорогие друзья, мы не ответили на какой-то ваш вопрос, то обязательно пишите нам, пишите на наши страницы в социальных сетях. Это Инстаграм, телеканал Архиз24. Это электронная почта, которая прямо сейчас будет на ваших экранах. Мы будем рады ответить на каждый ваш вопрос. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»